Мирный договор между Израилем и Египтом был подписан в марте 79-го года. Израиль вернул Синайский полуостров, а Египет прекратил угрожать еврейскому государству. С тех пор отношения между Иерусалимом и Каиром переживали сложные периоды, особенно во времена так называемых очередных витков насилия в Палестино-Израильском конфликте. Три года назад, после операции в секторе Газа, Египет принял решение отозвать своего посла. Тогда этот шаг многие политологи расценили как сигнал к возможному разрыву дипломатических отношений. Но египтяне думали иначе. На минувшей неделе Каир вернул посла в Израиль. О том, что означает данный шаг, мы говорим с бывшим заместителем посла Израиля в Египте Рут Вассерман-Ланды, который сейчас с нами на связи. Рут, добрый вечер вам. Добрый вечер, Евгений. Рут, скажите, возвращение посла после трех лет – это важное дипломатическое событие? Собственно, то, о чем говорит Нетаньягу? Разумеется, поскольку речь идет о самой важной арабской стране. Поэтому стоит отнестись к этому как к жесту доброй воли. Это признаку укрепления связи между нашими странами. В последнее время отношения между Израилем и Египтом находятся на очень высоком уровне. Как в сфере безопасности, так и в политике. Если говорить о связях между нашими народами, то они, конечно, не такие тесные, как нам бы хотелось. А вот отношения между лидерами довольно продуктивные. Президент Ас-Сиси, глава самой важной арабской страны, демонстративно отправляет своего посла в еврейское государство. И это происходит в тот момент, когда у Израиля и палестинцев, мягко говоря, довольно сложное отношение. Это важный посыл, к которому стоит отнестись со всей серьезностью. Хорошее отношение – это хорошо звучит. С практической точки зрения, что это означает, отношения между Египтом и Израилем? Начнем с того, что Израиль значительно укрепил свои связи с Египтом еще несколько лет назад. Отношения заметно улучшились после прихода к власти нынешнего египетского президента. Но такой ситуацией была и в период президентства Мухаммеда Мурси, поскольку военное руководство Египта, которое в основном отвечает за эти связи, не менялось. Тогда Ас-Сиси был верховным главнокомандующим, и он руководил диалогом с Израилем, в основном в военной сфере. Де-факто существует полное совпадение интересов в этой области, особенно когда мы говорим о ситуации на Синае, где действует отделение группировки «Исламское государство». Каир крайне заинтересован в том, чтобы предотвратить попадание террористов и оружия с полуострова на остальную территорию Египта. В Каире также пытаются предотвратить переброску оружия на Синае от Хамаса в секторе Газа. Это крайне важная тема для обеих наших стран. Поэтому сотрудничество здесь жизненно необходимо и для Египта, и для Израиля. Подтверждением этому служит добро Израиля на увеличение египетской военной группировки на полуострове. Намного больше, чем позволено держать там согласно мирному договору от 79-го года. Израиль пошел на это вполне осознанно, понимая весь риск такого шага. Ведь если, не дай бог, в Египте поменяется руководство, мы будем иметь дело с мощным армейским контингентом возле наших границ. Но ведь совсем недавно египтяне просили Израиль даже немножко снизить вот эту радость по поводу хороших отношений. Это же влияет на президента внутри страны. Есть такое понятие, как медвежье объятие. То есть наше желание прижать к груди наших же противников, особенно когда речь идет об арабских странах, не всегда идет на пользу двусторонним отношениям. И объяснение этому достаточно простое. У египетской улицы, народа Египта, за десятилетия сформировался отрицательный образ Израиля. И таким этот образ остается и сейчас. Рядовые египтяне видят в палестинцах братьев и друзей, разделяющих общую мусульманскую судьбу. В то же время нельзя забывать о том, что египтяне, как минимум те, кто поддерживает президента, настроены крайне националистически. Однако даже либеральная часть египетского общества, те, кто против исламистов и движения «Мусульманские братья», также относятся отрицательно к еврейскому государству. И нужны десятки лет, чтобы изменить это отношение. Нужны изменения в системе просвещения, громадные усилия, чтобы изменить сами основы массового создания египтян. И к этой работе еще не приступили из-за проблем в сфере безопасности, а также из-за тяжелых экономических трудностей, с которыми сейчас сталкивается и Египет. Террор нанес огромный удар по такой важной отрасли, как туризм, и руководство страны вынуждено постоянно заниматься в буквальном смысле физическим выживанием своего народа. Рут, насколько, на ваш взгляд, данный шаг Каира связан с возможным потеплением отношений между Израилем и Турцией? Мы знаем, что Израиль хочет наладить отношения с Турцией, а Турция не дружит с Египтом. Возможно, Египет как-то нам пытается намекнуть? Скажем так, личные отношения между Ассисией и Эрдоганом настолько плохие, что их трудно описать словами. Они относятся к друг другу с отвращением. Между ними царит тотальное недоверие. Египтяне не ставят условиям своих связей с нами охлаждения отношений с Турцией. Однако всем понятно, что за поведением лидеров стоят государственные интересы. В отношениях между израильским руководством и определенными фигурами в руководстве Египта также нет особой теплоты. Однако речь идет о жизненных интересах. Политика Ассисии на израильском направлении движет его любовь к своей родине. Он понимает, что сотрудничество с еврейским государством приносит пользу Египту. Оно помогает в обеспечении безопасности и стабильности в стране. Ассисий также понимает, что за стремлением наших властей укрепить связи с государствами региона стоят интересы Израиля. Существует экономическая конкуренция, а также борьба за региональную гегемонию между Анкарой и Каиром. Но можно определенно сказать, что уровень сотрудничества и понимания общих интересов между Израилем и Египтом намного превышает аналогичный уровень в израильско-турецких отношениях. То же касается и личных связей между лидерами трех стран. Рут Вассерман Ланд и в прошлом заместитель посла Израиля в Египте. Большое спасибо. Большое спасибо, Евгений.